А я такой модный, стильный Доброе утро! Вот и наступил третий день Время 6 утра И мы выезжаем на новые локации Как видите, погода нас ожидает прекрасная, замечательная Я в топках, я уже промок, но это не помеха И перед тем, как мы уедем, нам хотелось бы показать вам Где мы оставались ночевой Покажем вам большой наш домик, где мы оставались И маленький еще домик для компании поменьше Так что пойдемте, сделаем маленький рум-тур Вот такой дом, это если вы решили просто переночевать, подняться в горы Здесь домик рассчитан на 10 спальных мест Из прикольного здесь есть камин Это очень круто Также просто как бы столик, спальные места Есть отдельная кухня Здесь есть печь Есть, конечно, и обычная печь от электричества Но если все-таки его сначала не включили Вот здесь можно будет приготовить Вот такой интересный дом Это просто заехать, переночевать, я думаю И потом отправиться уже сразу на горы на 10 дней По маршруту, которые можете вы себе сами проложить Пойдемте в наш дом Ходите Туки-туки А это вовсе наш дом Где мы очень круто, атмосферно провели время Матрасы просто космос Вообще сразу лег и уснул Ну а сейчас так вот я сделаю Фум! И мы с вами более подробно посмотрим этот домик Двухэтажный домик На 12 спальных мест Плюс еще можно доставить раскладушки И будет еще на большее количество людей Есть камин Мы его не стали отопить Потому что, ну и так было тепло Хотя на самом деле желание было просто попробовать Есть также кухня Есть душевая На втором этаже есть отдельная комната На два человека Комната на четыре человека С двухспальной кроватью Ну и здесь уже внизу также отдельно А мы поехали дальше Ну вот мы и на месте Это Верхотурский Кремль В городе Верхотуре Мы добрались Я уже говорил Погода нам не помеха Даже если дождь Мы все равно будем снимать Я вот себе приобрел такой классный дождевичок Сейчас мы вам более подробно все расскажем Возьмем интервью И самое главное Картинка Самое главное Мы вам все покажем Мы сейчас находимся на Верхотурском тюремном остроге И, кстати, вот если развернуться Вот где сейчас стоят деревья Там как раз и проходил тюремный забор Ну а сейчас здесь просто красивый забор из зелени А теперь пойдемте внутрь Будут садить тебя оператор О, Акимфий Демидов, кстати Акимфий Демидов, это как раз тот человек, который начал строительство башни Демидовых, правильно? О, я информацию-то запоминаю Здравствуйте Невьянский завод был Верхотурским Он так и назывался Верхотурский завод А, вон, что То есть строили его под руководством Верхотурского воеводы Акимфий Демидов взял его в аренду То есть вот эта вот сама тюрьма появилась вместе со строгом 1598 год Знаменитая цитата из тюрьмы О бедном гусаре замолчить слово Что не тюрьму красит, а люди, которые не сидят Заходим в общую камеру Тут есть очень много документов Особенно 18 века Кто сидел, за что сидел Здесь до 15 человек могут содержаться Город Верхотурья основан в 1598 году Это старейший город Свердловской области Ну и герб города Верхотурья В настоящее время является гербом Свердловской области Ну, кроме всего прочего Чем еще Верхотурья знаменит Самый маленький город Единственный город Свердловской области На нынешний день Имеющий свою атомную подводную луку И вот на перекрестке этой дороги С речными путями Был как раз город Верхотурья построен Первое, что начали строить здесь, в Верхотурье Острог, чтобы огородить От непрошенных гостей И, значит, пристань Вот где у нас подвесной мост Потому, видите Там была пристань И там строили корабли На этих кораблях в Сибирь Отправляли всевозможные грузы Здание, в котором мы с вами находимся Государевы амбары Это было первое каменное здание в городе Значит, вот так выглядел Наш острог В 17 веке Основная часть населения Верхотурья Это были Кроме военных Столицов-казаков Были имщики Потому, что В Сибирь Из Сибири в Россию Надо было возить товары Надо было возить пассажиров До сих пор У нас сейчас город Так и называется Немская слобода Самый маленький Пороховой погреб в России Представляете? Есть Проходите А ты не хотел, Саша? Я куда полез-то? Это что за штука такая? Здесь хотя бы уже Побольше места Саш, знаешь, что думаю? Мне кажется, мы с тобой за эту поездку Так жестко ноги прокачаем Ну, ты еще и руки, конечно Еще одна лестница Это что же За еще один Канджаковский камень, а? А один Ведемидов, кстати, между прочим Сидел два дня В Верхотурской тюрьме А сейчас открывается Крутой вид На Реку Тура Я думаю, вы ее все знаете То есть, по факту Если я сейчас Сяду на лодку Через дня два Буду точно у вас А может, или три А вот мы и стоим На подвесном мосту Через реку Туру Представляете? Вот буквально рядышком Можно сказать с вами А мост был построен В 1948 году А последняя ресторация Этого моста Была с 2021 по 2022 год Сейчас у нас обед И мы пойдем кушать В солянку Домашняя кухня Поэтому сейчас вам покажем интерьер Расскажем, как нас вкусно покормили Так что пойдемте со мной Все Опа! Присажайтесь Будем ждать еду Будем ждать еду Вот она, домашняя кухня Давай уже будем есть Потом поели борщ Теперь нам принесли еще макароны с курицей Я не знаю, куда это уже все заталкивать Но обеды такие стоят от 250 до 400 рублей Я буду ездить дальше А это второй этаж И нам на самом деле очень сильно повезло Здесь уже совсем скоро будет свадьба И вот мы сейчас можем с вами увидеть Как украшают вот это помещение Я считаю, что очень красиво Горько Вкусно кормят Очень крутой, стильный дизайн И просто сейчас у меня набит живот И у меня прекрасное настроение Спасибо за эту солянку Ну а мы двигаемся дальше Поехали Ну что ж, настало время поговорить Еще одного автомобиля, который ездит с нами в путешествие Это Джили Манджаро Здесь стоит двухлитровый турбовый двигатель На 238 лошадей Полный привод Borg Wagner Ну и здесь просто сам вид завораживает Поэтому пойдемте с вами внутрь О, сиденье отодвинулось У Джили Манджаро самый крутой и красивый салон Здесь три дисплея На потолке алькантара Натуральная кожа Активная система шумоподавления Если присмотреться, вот здесь Микрофончики такие Это активная система шумоподавления Акустическая система Bose Самая большая панорамная крыша В своем клаче Давайте еще не все В плане путешествия на дальние расстояния Это сиденье Обдув подушки, на которой вы сидите Также есть еще и обдув спины На лето просто идеально Очень большой спектр регулировки сидений И поясничного отдела в том числе Привет, песик Мы находимся на территории глэмпинга Которая называется Яблоневый сад Яблоневый сад название появилось из-за того, что в 1937 году Здесь, на этой территории, два садовой решили сделать яблоневый сад Он плодоносил, потом через некоторое время, к сожалению, сад этот пропал, так скажем Перестали за ним ухаживать Ну а сейчас на этой территории строится вот такой прикольный глэмпинг И самое главное, что сказал человек, который здесь все это обустраивает Он сказал, что ни одного дерева не будет потеряно И сейчас, кстати, приехали ученые Я не знаю, как честно их называть Приехали ученые, которые будут заниматься тем, чтобы делать так, чтобы сад этот плодоносил Вот, а теперь пойдемте смотреть на эту территорию Это баня И самый прикол бани-то с панорамой И вы вот так вот попарились Там, кстати, еще есть душевая И там уже дальше идет парилка Здесь стоят столики Вы можете просто попарились, выйти и сидеть, смотреть на этот вид Вот это очень круто А теперь, что меня вообще просто очень сильно зацепило Это купель Она подогреваемая То есть, если вам будет вода прохладна Вы можете ее подогреть Но она смотрится просто как-то вообще нереально А вот мы теперь находимся уже внутри И мне очень хочется показать вам, как вообще здесь все обустроено Кухня, гостиная, телевизор Здесь диван Диван раскладной Здесь еще может поселиться два человека Также здесь идет выход на террасу Кухонная зона Она полностью обустроена Здесь есть плита Также есть кружечки, тарелочки, чайник Холодильник, поэтому вы можете покупать спокойно с собой продукты Здесь также готовить И потом уходить на террасу Либо садиться за стол Ну, а мы идем дальше Пальная, кровать и просто комната Я, честно, мне безумно нравится свет В каком формате это сделали Здесь очень высокие потолки Панорамное окно На террасу вот здесь можно спокойно выйти И здесь, в общем, все есть Вы пришли, спокойно посидели, покушали, посмотрели телевизор Потом пришли и легли спать на прекрасную двуспальную кровать Но если вы приехали не вдвоем В этом домике может поселиться четыре человека К примеру, если вы хотите приехать со своими детьми Вы ложитесь на двуспальную кровать А дети могут лечь на диван, который можно будет разложить Ну и надо же где-то умываться, правильно? Это прям, мне кажется, вот изюминка Здесь сделана инсталляция Ванна, раковина И все очень сделано, на самом деле, красиво Мне особенно больше всего понравилось зеркало Зеркало прям вот, ну, с ремнем таким сделано, повешено Очень круто смотрится То есть по, вот именно, по такой эстетике, по красоте На самом деле, все прям очень классно и круто сделано Ну, а самое важное Сейчас я озвучу вам ценник За сутки Шесть половин тысяч Представляете? Шесть половин тысяч рублей Чтобы приехать сюда и здесь селиться Ну вот и подошло к концу наше путешествие Единственное, что осталось нам сделать, это добраться до своего родного города Было очень круто Да, с погодой, к сожалению, нам не повезло Но зато мы показали вам, что и в плохую погоду можно тоже круто провести время Мы были во многих интересных местах Мы были в городе Невьянске, Верхотуре, Карпинск Мы поднялись на гору 17 километров ездили по бездорожью на УАЗике 3 километра поднимались Физической нагрузки очень много Да, мы немного устали, но сколько эмоций от этого мы получили А самое главное, мы хотим вам показать, что вы можете спокойно взять машину Свою семью и проездить по таким красивым местам Ну а сейчас я вам желаю хорошего вечера Хорошего дня или хорошего утра Прекрасного настроения Увидимся уже с вами на этих локациях Всем пока-пока Погнали Я буду купаться Субтитры сделал DimaTorzok